Мерседес Бенц в честь 20-летнего юбилея в Латвии дарит вам 20 уникальных предложений, которые действуют только 20 часов и только один день 30 ноября. О созыве Конгресса заговорили на фоне закрытого циком сбора подписей по нулевому варианту гражданства. Референдум мог стать кульминацией пьесы «Неграждан», которая длилась уже более 20 лет. Все это время почти все общественные русскоязычные организации и некоторые политические партии так или иначе пытались отстаивать права алиенсов. В рядах этих организаций и союз граждан и неграждан, и общество за равные права, и партия за родной язык, и партия за пчел. Однако статус негражданина никуда не делся. Конгресс – очередная попытка. Идея, в общем-то, она давняя. Она носилась в воздухе много-много лет, что у наших неграждан нет структуры, которая их представляет. То есть у нас есть там разные партии, которые представляют одну область граждан, другую область граждан. Есть разные общественные движения, которые там... А вот неграждан, как ни странно, за столько лет, у нас нет представительства именно неграждан. Союз граждан и неграждан существует, который Владимир Соколов возглавляет. Да, что-то там такое было, но в данном случае... Ну что значит союз граждан и неграждан? Союз меча и орава. В ядре Конгресса пока только граждане. Среди тех, кто прошел регистрацию к утру пятницы, а их было более 800 человек, большинство тоже граждане. Однако участие граждан в этой инициативе у экспертов вызывает подозрение. Не станет ли это возможностью для новых политических торгов? Наверняка там появятся люди с гражданством, которые попробуют идею Конгресса неграждан продать электорату, который состоит из граждан, которые сочувствуют людям, которые не имеют гражданства. В общем, это такой обходной маневр попасть опять в следующий парламент. А нужна ли негражданам дополнительная защита интересов? Среди обывателей звучит мысль о том, что большой части неграждан и вовсе не нужна какая-то особенная организация. Они приспособились жить так и, если уж захотят, пойдут и сдадут на гражданство. Но при этом в латышских партиях отмечают, что вопрос нужно обсуждать и, может быть, даже изменить условия натурализации. Сейчас все говорят о выдаче или не выдаче гражданства. Вопрос в том, было ли проведено исследование, хотят ли они сами. Я знаю, что многие не хотят, так как есть свои бонусы в том, что у тебя нет гражданства, но ты живешь в Латвии, можешь свободно ехать в Россию или на Запад. Здесь надо исследовать, чего хочет достичь эта организация. Чтобы неграждане стали гражданами, есть правила натурализации. Можно какие-то пункты ослабить, другие укрепить. А кто не хочет, тот не хочет. У него свободный выбор, значит, ему этот статус нравится больше. Большинство склоняется к тому, что лишняя организация не помешает. Правда, некоторые настаивают. Бороться нужно не за нулевой вариант гражданства, а за признание того, что этот статус был введен незаконно. По их мнению, неграждане должны требовать для себя компенсации. За неполученные сертификаты в начале 90-х, невозможность участвовать в приватизации, поражение в правах, невозможность выезда и многое другое. Набегает кругленькая сумма. Добиться этого можно, если неграждане решат, что помимо того, что им нужно вернуть гражданство, также им нужно и выплатить компенсацию за это. Согласятся с этим неграждане или нет, это уже их дело, они могут его обсуждать. Но, на мой взгляд, есть все основания для этого. Можем просто сравнить, например, если человека незаконно лишают работы, то его не только восстанавливают, но и выплачивают компенсацию за то, что он потерял, будучи лишенным этой работы. По большому счету, тоже случилось и с негражданами. У Ржавина есть собственная модель. Во-первых, нынешние неграждане должны обязательно получить компенсацию. В то же время, те неграждане, которые уже получили гражданство, свой выбор сделали, компенсации не получают. Под вопросом остаются те неграждане, которые получили гражданство третьих стран. Возможно, им следовало бы выплатить какую-то сумму, по мнению нашего эксперта. Но при этом Ржавин отмечает, что власть не пойдет на решение вопроса неграждан. Признание этого статуса незаконным может полностью изменить Латвию. Если неграждане на тот момент, в 1991 году, практически треть населения, были лишены гражданства незаконно, то значит и нынешняя политическая система, насколько она легитимна, это тоже начинают возникать вопросы. Насколько легитимны были решения о вступлении в ЕС. Ведь в референдуме, получается, было отстранено от участия, ну, на тот момент уже где-то четверть населения, которые неграждане, которые, наверное, должны же быть гражданами. То есть очень и очень много решений сразу нужно пересматривать. Да, по крайней мере, встает вопрос о том, что их нужно будет пересматривать, и итоги приватизации и так далее. Инициаторы Конгресса хотят начать создание мощной общественной организации, а затем с ее помощью давить на партии и на муниципальные структуры. Рычаги для этого разные, вплоть до экономических. По словам организаторов, не исключены и более активные акции протеста. Правда, пока не раскрывается, какие именно. Но, несмотря на то, что идея пока только в зарождающемся состоянии, у Конгресса появилась серьезная поддержка в парламенте. Создание этой инициативы, она уже имеет хождение по брюссельским кабинетам, они уже недоумевают и уже не готовы ослушать заверения латвийских чинож, которые там, как пропагандисты, рассказывают, как все это, как на самом деле все решается, как идет бурная натурализация, как идут интеграционные процессы. Все эти враги сейчас уже не проходят. Поэтому я желаю, искренне желаю всем, и гражданам, и негражданам, поддержать эту инициативу. Конгресс неграждан открыт для новых идей, и они уже поступают от самих латвийцев. Что касается финансирования, любые подозрения на позолоченную руку Москвы были развеяны сразу. Деньги на Конгресс пойдут из кармана организаторов, либо из пожертвований. Денис Денисов, Влад Васильев, Андрей Елисеев, Микс ТВ.